Вот у нас номер восемнадцать. Сейчас садимся. Красные. Ставлю три тысячи долларов на восемнадцать красные. Вот так мы сейчас будем медленно и верно подниматься. Ты думаешь, что-то пытается спрыгнуть? Еще самое интересное, что вот это чертовое колесо, наверное, последнее чертовое колесо, которое осталось в советского пространства. Потому что все новые, они имеют аэрокабинки там с вентилятором, со всеми делами. Если боится, то увидишь. А это именно наследие Советского Союза. То есть таких уже нет, это последние. Последние магиканы? Ну, по сути, да. Ну, что же это такое? Поднимаясь, в принципе, можно будет заварено, по-моему. Все заварено уже. Можно оценить, насколько зеленый город. Он весь, весь по предыдущей. Абсолютно весь. Утопает в зелени. Да-да-да. Давайте придерживаться с сценическим образом. Может, сценария тогда? Ну, и этого тоже нужно. Ну, придержаться. Как мы только напишем сценарий, мы будем его предъявлять. А как мы не напишем сценарий? Мы что, сценаристы, что ли? Нет, мы простые, обычные туристы. Последний несчастный случай. Именно на этом чертовом колесе был 15 минут назад. Так что, дорогие наши слушатели, возможно, продолжение этого репортажа и не случится. Ну, что ж, до свидания, дорогие мои слушатели и тех, кто смотрит. Итак, мы поднимаемся все выше и выше. Все выше и выше и выше. Мы поднимаемся наверх. Давайте побыстрее мы поднимемся. И будем смотреть мы вниз. Итак, внизу у нас по-прежнему много людей. Отсюда такие хорошие мишени. Так, поднимаемся наверх. Сейчас мы медленно перевернемся вот так вот сюда. Вот видим стадион. Немножко кусочек стадиона. Здесь мы видим у нас великолепный обзор открывается на новые аттракционы. Де парк. Де факто, де юро мы видим. Вот, посмотрите, озеро. Территория очень маленькая, но не сказать, что самая большая. Ашхабад, если парк летом, раза в три больше. Ну, здесь хорошо, здесь озеро, здесь покое. Обратите внимание. Все дома закатаны везде. Все дороги закатаны везде. Да, везде земли. Ну, это, в принципе, достаточно низко. Вот, мы поймем, оттуда хорошо видно. Высота хорошая. Легко пронаблюдать весь город. Там это все сторона Челанзара. Эта дорога уходит на Башлык. Знали мы людей из Башнастана, что я не хотел узнать. Ну, это верно. Лучше никого не знать. Целее будешь. Целее будешь. Ну, зачем же? Ну, зачем же? Как же ты? Аполитично рассуждать? Аполитично рассуждать, товарищ Шурик? Аполитичность? Аполитичность? Ну, так, посмотрим. Нет, здесь, к сожалению, не увидим мы, как взлетают ввысь головы и тела. И падают они так же стремительно. Но зато мы можем наблюдать, как мы плавно спускаемся и видим кругом зелень. Ну, уже осень наступает уже, видимо. А когда у нас листья начинают у вас падать? В октябре уже начнется, где-то в середине, в конце октября. Сегодня 24 сентября было... Уже начинается, конечно, потихоньку, но реально это где-то конец октября. Так, ну, я думаю, что никто не выдержит 4 минуты у монитора, чтобы смотреть все это. Это обязательно нужно включить. Да. 4 минуты смотреть, как мы поднимаемся, опускаемся, потому что это, во-первых, неинтересно. Я уже тоже подустал. А еще сидеть за мониторами и смотреть, это нужно все включить сюда же, чтобы все видели, что мы категорично настроены, чтобы зрителю было комфортно и интересно. Итак, мы выключаем... А вот елочка. Выключаем наш удивительный репортаж. Удивительно нехороший репортаж. Удивительно нехороший репортаж.